Откуда заверение господина Бойко о том, что уже к концу лета мы в конце концов преодолеем этот сложный для нас барьер и будем иметь уже другие условия? Может быть интрига заключается в том, что украинская сторона ожидает, что будут выполнены поручения господина Медведева, президента Российской Федерации и совет директоров Газпрома изменится таким образом, что его не будет возглавлять первый заместитель председателя правительства России господин Зубков, появятся новые люди, может быть усилится влияние господина Медведева на Газпром? Может быть. Может быть эта уверенность базируется на тех переговорах, которые проводил сам господин Бойко на протяжении всего прошлого года и начала этого года, которые, как мы сегодня выясняем, не были официальными? Спрашивается, какой же статус тех переговоров был, когда с завидным постоянством чуть ли не каждую неделю, там, в пятницу или в четверг господин Бойко приезжал к своему визави, то есть уже, я не знаю, почему визави у господина Бойко Миллер, да, то есть всего лишь руководитель корпорации, даже такой крупный, как Газпром, то есть почему не коллега, то есть господин Шматко, например, то есть или там кто-то из вице-премьеров, кто уполномочен вести такие переговоры, а я подчеркну, что есть Сечин, который отвечает за энергетику, то есть за весь комплекс вопросов и активно, ну я бы сказал, то есть участвует в том числе во внутренней дискуссии в правительстве России, в том числе о допуске независимых производителей газа к трубе, к возможностям изменения условий работы газотранспортной системы, даже, то есть на отдельных закрытых совещаниях, то есть рассматриваются возможности тех структурных реформ, которые в свое время планировались в Газпроме, имеется в виду отделение газотранспортной системы от самого большого Газпрома, то есть как добывающей коммерческой структуры. Но, может быть, вот эти переговоры господина Бойко и убеждает его в том, что, может быть, рождена какая-то новая схема и он нас подводит к мысли, что неважно, у кого мы купим, да, то есть может быть будет Россупернерго-2, может быть, будет Остхим-групп, которая, то есть получит уже не 4 миллиарда, то есть все 40 миллиардов и будет уже здесь раздавать, кому сколько положено, да. То есть, может быть, рождается эта схема, которую так нам, то есть, пока не очень отчетливо, оно анонсирует министр энергетики угольной промышленности. Знаете, вообще говоря, вот эта интрига, то есть она ничего общего не имеет действительно с качественным отстаиванием национальных интересов. Ну, ничего, то есть нету вообще здесь никакой параллели, да. Это борьба за корпоративные интересы, то есть и радостные слова Николая Яныча о том, что вот мы получили 4 миллиарда, то есть теперь обеспечим нашу химическую, чью нашу, то есть вопрос. То есть я надеюсь, что когда борьба за определенные изменения в законодательстве пройдут и вслед за прозрачностью в банковской сфере, мы, то есть будем видеть уже всех бенефициаров, то есть активно участвующих в приватизации химической и других отраслей Украины, то есть пофамильно, то тогда то есть слово «наше» будет приобретать уже совершенно отчетливый характер. А пока мы можем как аналитики судить о том, то есть чьи же наши, то есть и собственно почему такой дешевый газ появляется.